всем привет наконец-то настал второй апдейт проекта закончили за 2023 год и честно сказать девочки что первый апдейт был намного намного лучше чем 2 но давайте посмотрим первом апдейте у меня закончилось на 13 дней на которые выковырены и это я с них делала самодельные румяшки также вот эти вот дополнительные закончились мне вот такие вот румяшки для тех кто не смотрел первую часть и также у меня закончилась две помадки а первая помадка от фирмы maybelline desert bloom 633 и помадка от лореаль вот в таком от название beige gold у меня закончилась и тенюшка в палетке от исти лаудер вот этот массе пусинка и вот эти две ушли на румяна это было с прошлого раза теперь переходим на вторую часть эту палетку я девочке так и не использовала она у меня совершенно не идет не знаю может быть я вытащу все эти три тенюшки и перепрессую в одну целую и можете да просто она у меня уже пойдет как тень следующее было продвижение у меня магнитной палетки с моими тенюшками от jade все-таки да немножко углубился у меня вот бордовый цвет вот этот цвет вот этот и вот эти два зеленых очень часто используемые мной как же вот этот синий недавно вот использовала и вот такой от лимонный очень красивые цвета с одной стороны вот эти тенюшки особенно вот эта линейка немножко рыхлая но с другой стороны они никуда не собираются заканчиваться по крайней мере вот так вот продолжаю ими пользоваться с удовольствием вне напряг обожаю тени jade поэтому с удовольствием буду пользоваться дальше продвинулась немножко эта палетка вот essence rain and shine у меня здесь вот такая вот осталась голубая тенюшка от такой радужный радужного хайлайтера все остальные три цвета использовала уже не пользовалась не не один раз вот этой голубой тенюшкой за эти месяца но тут я хочу вам сказать достаточно продукта тут чего-го я пыталась как бы да собрать в одну сторону не 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 тут еще будет на приличное количество макияжей так же я продвинулась мои тенюшки от jade вот первое утро что-то я забыла девочки сделать свочи кошмар какой-то я туда же вот дошла до видят уже блестит блестиночка вот такая вот тенюшка но опять же я не тороплюсь ее закончить я использую на каждой дневной основе летки от essence eyes and face потихонечку начинает стираться название я немного продвинулась вот в этой вот тенюшки сиреневой но может быть я бы ее и закончила но я вам сейчас скажу что почему я как бы немножко забросила сейчас хайлайтер может быть я бы уже тоже дошла до дна но я его тоже пока что забросила то есть вот эти вот два продукта у меня пока остановились а а почему они остановились а потому что я использовала свои самодельные румяна первую палеточку как я уже показал предыдущих пустышечках я закончила до самого-самого конца я это не записываю как пустышки просто хотела показать что я их использовала и вот вторая же палеточка вот этих моих самодельных румяшек которые продолжаем использовать я вам показывал что здесь уже было донышко вот он из-за того что они такие сыпучие их постоянно постоянно утрамбовываю так почему у меня остановились тени от essence так я решила сейчас использовать вот эти румяшки и как тени и как румяна для того чтобы был больше расход и как бы закончить этот продукт быстрее чтобы намешать новые румяшки вас вот этой палетки от киролайн поэтому вот у меня сейчас вот такая вот цель и тени и румяна отсюда и это у меня по выходным палеточка essence magical forest девочки наконец-то наконец-то первая пустышечка у меня сборка очень красивая телесная тенюшка обожала ее и я ее закончила это первая пустышка за второй апдейт и в зеленых тенюшках немножечко расширила эти тенюшки тоже в принципе рыхлые то есть если на них присесть то они уйдут быстро но у меня цели когда за только за это заканчивать а еще забыла добавить почему я прекратила использовать хайлайтер так как эти румяна у меня вышли очень близкучими поэтому получается это у меня и как тени и как румяна и хайлайтер три в одном поэтому получается другие продукты у меня пока стоят следующая боль печаль тоска потом хочу показать опять же использовала эту баночку то ее видели с прошлого раза а все почему потому что мой карандашик от эйвен название tropical till девочки что то с ним происходит посмотрите какой кошмар сегодня я пыталась им накраситься после как он провел три дня в холодильнике и грифель не застыл значит все таки я считаю что это бракованный грифель вот смотрите я вам что даже покажу беру палочку свою шпажку дает от шашлыков и потолки вот если протолкнуть смотрите насколько вот у него осталось буквально вот чуть-чуть может поэтому он мне и ломается и как я проталкиваю вот такого плана но сейчас очень он идет туго а вот у меня получилось немножко протолкнуть девочки все карандаши вот из за всю историю моих карандашей у меня все карандаши протаркивались а обалденно реанимировались обалденно кроме этого карандаша поэтому Но, опять же, считаю, девочки, что он бракованный. Тут осталось буквально чуть. Вот я его еще пробила. Но я его не хотела вносить в Project Pen. Я хотела только те кусочки. Но получается, что он у меня сам собой вошел в Project Pen. Как и его друг с такой же линейки. Карандашик Тейва название Rich Cooper. А этот девочек карандаш проталкивается замечательно. Без всяких проблем. Рисует отлично. У меня к нему нет никаких пререканий. Я его потихонечку проталкиваю и супер-пупер. Но, опять же, вот такое ощущение вначале, что он не идет, не идет, да, туго. Проталкивается, потом бац! И очень много заканчивается продукта. Следующий карандашик мой от Davis Eyes в номере 04. Девочки, на бумаге вообще нет результатов. Чего я очень расстроена. Так как я этот карандаш точила. И результаты ноль. Мне кажется, из-за того, что он толстый. Эту сторону я также использовала, но не заточила. Еще, видите, вот, как бы, а-ля тупой такой. Вот я рисую, как бы, такие тупые, толстые стрелочки. Но он не сдвигается. Я не знаю, что это за такие волшебные карандаши. Следующий мой карандашик. От Avis в номере 23. И здесь, как вы видите, да, да, да. Есть продвижение. Вот. Почему-то он стал очень мягким. Не могу понять, почему. До этого такого не было. Я буквально крашусь очень-очень аккуратно, замеряя его до вот этой полосочки. Но хочу посмотреть, докуда будет сам карандаш. Надеюсь, что в следующий апдейт мы его закончим совершенно. Этой стороной я даже не помню, пользовалась или нет. По-моему, нет. Я хотела ее использовать, по-моему, как помаду. Нет. Я больше на вот этот темный карандаш. Сейчас вам покажу мой результат. Долго, долго над ним боролась. Все, кто смотрит мои влоги, вы видите, что я, когда я крашусь. И, так сказать, я над ним очень долго трудилась. Но, посмотрите, девочки, я его отметила не в том месте. И чему обрадовалась. За три месяца у меня всего лишь результат на клеточку. И также хочу вам сказать, мне кажется, только потому, что он толстый. Как бы, да, если бы это был тонкий карандаш, результат был бы виден лучше. И также грусть, печаль, тоска в моем карандашике от Caroline. Это для губ. В номере 154, натурал. Девочки, его совершенно не видно на бумаге изменений. Я его проталкиваю. Если вот хотите посмотреть, да, сколько там уже внутри. Вот так вот я замеряю и сверху. Вот столько карандаша у меня осталось. Я думаю, это еще на пару лет. Этот карандаш у меня и так уже несколько лет в проекте. Практически каждое утро подвожу немножечко контур. Я не заполняю губы. В следующем проекте у меня был вот такой бальзамчик. Родные рецепты крем-масла для глуп, кокосовое молочко и какао. Пару раз им пользовалась. Но, как видите, он до сих пор на месте. А все почему? Потому что я продолжаю использовать домашние помады. Ну, давайте начнем, наверное, вот с этих помадок от Avon. В названии Flawless девочки не замерила помаду. Сделала такую глупость, так как я знала, что хочу закончить их до конца. И решила, что я не буду их замерять и зря. Так я тружусь над ней каждый божий день. Давайте сделаем такой сводчик. Каждый божий день я ей крашусь на вечер на улицу. И вот тут было такое острие. Я начала со всех сторон как бы, да, красить. Опять же, те, кто смотрит мои влоги, видели для того, чтобы был лучший результат, для того, чтобы было ровно. А потом вспомнила, что я совершенно ее не замерила. И прекратила это делать. И теперь я просто крашусь, да, вот с таким скосиком. И ее подружка в названии Perfection. Также крашусь по выходным, каждое утро по выходным. Вот так вот моя дочка уже немножко до нее добралась. Но это мне не мешает. Также пыталась со всех сторон ее как бы а-ля сократить. Для результата, но, как вы видите, скоро я выхожу в отпуск и буду пользоваться ими чаще. Поэтому моя цель до следующего апдейта их закончить до самого-самого конца. Также единственный мой блеск от фирмы Estee Lauder. Единственный в проекте. И это у нас Reckless Bloom в номере 420. Девочки, я думала, что он вообще не движется. Это как-то был момент, я вам покажу на видео, где, например, предыдущий апдейт, оно спустилось и трут, все, опять ничего не видно. Но когда вот так вот делаешь палочкой, смотрите, он пустой. То есть получается как-то вот так вот, как-то странно, вот так оно по стенкам размазывается. То есть где-то вот так вот осталось. Даже если ковырять, мне кажется, вот это вот только часть. И по стеночкам. Короче говоря, буду добивать. Посмотрим, получится у меня или не получится его добить до следующего апдейта. Следующие две подружки помадки. Это у меня уже рабочая версия. Первая помадка от Estee Lauder в названии Dance Nude в номере 130. Тоже, девочки, над ней борюсь, но не так интенсивно, как над ее подружкой. Сейчас я вам покажу. Почему-то у меня летом меньше таких, да, макияжей, которые требуют именно вот нюдовую помаду. Хотя я все-таки стараюсь. Intense Nude у меня сместилась, вот смотрите. Практически на клеточку, да, тут чуть выше, тут чуть ниже. Вы считаете, на клеточку. За три месяца ушло. Напишите мне, кстати говоря, как вы считаете, это хороший результат или нет. И помада в названии Dynamic 420. Я уже выучила эти названия наизусть. Как вы видите, вот немножко лучший результат. Так как у меня более таких розовых, да, сиреневых. Ну, как бы, когда нужна розовая, сиреневая помадка. Вот я использую эту, стараюсь. Стараюсь чем почаще. И вот у меня за три месяца, смотрите, какой результат. Практически две клеточки. Чуть-чуть не хватило до двух клеточек. Я считаю, что это шикарно. И опять же, из-за того, что в этом году я взяла полноразмерные помады, у меня получается меньше пустышек. Все-таки я, девочки, определилась со следующей моей жертвой. Это будет помадка от Catrice с линейки Plumbing, джель, липстик в номере 030. И тут вот на самой помадке у нас написано Be Brave. И буквально буквочка И, последняя буквочка, немножечко, немножечко стерлась. Вот сейчас вот так вот я ее засниму. Вот насколько здесь буквочка И осталась. И вот так вот мы отсюда и начнем замерять следующую нашу жертву проекта в проекте. Моя помадка от Catrice, которую я добавила в проект. Это у нас Plumbing, джель, липстик в номере 030. Я использую ее как домашняя помада. Что значит домашняя помада? Это когда надо быстро выскочить куда-то, да? То есть вот под рукой. Я говорю, помада под рукой. Вот у меня буквально чуть-чуть не хватило, чтобы дойти до пластмасски. Но я уверена, что где-то там еще вот столечка будет. Поэтому я ее буду добивать до следующего апдейта. Я ее не замеряла, так как моя цель была закончить до конца. Но она была практически новая, буквально без двух-трех использований. Поэтому вы прекрасно видите, да, сколько я успела ее использовать за это время. И буду искать новую свою как бы а-ля домашнюю помадку. Ну и наконец-то, наконец-то на десерт у нас пустышечка помада от Марк. Так, в номере Nude X Lips название. Был обалденный, девочки, цвет. Просто я закончила ее на нет. Просто шикарный, приятный, нежный, обалденный. Ты даже смотри, какой красивый фоклярчик. Как он красиво переливается. Девочки, начала думать, ну как же так? У меня такие маленькие результаты. И пошла переискать. И нашла еще две пустышки. Две помадки от фирмы Ariflame. С линейки The One. Совершенно забыла о том, что я их закончила. Очень и очень, девочки, над ними старалась, боролась. Но из-за того, что переключилась на другие помады, вот что произошло. Первая в названии Trendy Berry. И вот вы видите ее артикул. Совершенно до самого конца ее закончила. Также по той же причине, что они как бы уже начали портиться. И мой любимый цвет Clover Haze. Вот в таком вот названии. Поэтому у меня получилось, девочки, не одна помадка закончилась, а целых три. Поэтому исправляю себя. Получилось на с этом месяце четыре продукта. За первый апдейт у меня закончилось восемнадцать продуктов. За второй апдейт всего два. Но, как вы видите, у меня пять помад и блеск в активном использовании. То есть это получается шесть продуктов, которые я буду стараться добить до следующего раза. Включая самодельный румяна. Конечно, я не прекращаю терять надежды на этот сиреневый карандашик от Дэвис. Добить его хотя бы до вот этой половинки. Так как каждую половинку я считала отдельно. И получается от общего числа шестьдесят шесть минус четыре получилось шестьдесят два. Да, сократилось не намного больше. Но все-таки два полноразмерных продукта. Это намного лучше, чем их бы не было. Тем более это полноразмерки, над которыми надо долго и долго бороться. Честно говоря, я не помню. Или я добавляла эту помаду от Катрис в список. Может это плюс один и минус два. То это получится шестьдесят пять продуктов. Я уже потом под конец, когда мы уже будем подводить итоги. Годовые итоги более точно вам скажу. К сожалению, очень и очень ограничено во времени. Снимаю на ходу. Поэтому принесла только те продукты, которыми реально пользовалась. И где хоть видно хоть какие-либо результаты. Все остальные продукты, которые у меня были зачислены в проект, но я ими не пользовалась, даже не приносила. Напишите мне в комментариях, как вы считаете, лучше брать полноразмерные продукты в проект или миниатюрки, пробнички. Так как в этом году я решила ударить по большим продуктам и результатам намного меньше, чем в прошлом году, когда я использовала пробнички. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok